всем друзья друзьяшки как бы сказать мы ктулху продолжаем детектив и решаем задачки и вопросы и так что это статуя это нас почти нечитабельно но я поставил последний доллар на то что это влад прекрасный пример местного населения здравствуйте привет Увидели здесь в последнее время страну девушку? Нет. Хорошо, есть идеи, где я могу ее искать? Попробуй объясниться. Я не знаю, что мы купили. Но вот здесь. Есть юган, калаша. Нет. Я не знаю. Спасибо. Вы откуда? Да. Понятно. Странная погода у вас, а? А, точно. Ладно. Пока. Пока. Офигеть, он базарит. Грустная маска. Тот, которым я считаю, традиционной маской. Поскольку я могу судить, он выглядит очень отстроенным. Добрый вечер. Замок. Нужно дойти до замка. Замок? Я боюсь, я не могу вам об этом помочь, сэр. Красные ворота, темная дверь. Одна из серии темных заядачных дверей. Я могу услышать приглушенные голоса оттуда. Это кабель, идущий от этой гостиницы в красноватые ворота. Наверное, интернет, я думаю. Хм. Заметные, богато украшенные ворота с интенсивным красным освещением, исходящее из них. Ты проглотил Тессаурусу, пока я говорю? Молись, оставайся не на... Наязычной какая-то. Давайте откроем. Остановись, молодой. Какие у тебя дела, Корвинсон? Вы видите... Говорите со мной, мэм. Да-да, дорогуша. Вы попробовали эту дверь там, и я должна решить, что приходит, кто не проходит через нее. Мне стало очень любопытно. Такая интересная дверь. Да-да-да, это очень интересно. Какое у тебя дело, Корвинсон? Ладно, я соврал. Мне просто нужно пройти туда, чтобы посадить, куда и кабель идет. Попытаюсь установить интернет, GPS, знаете. О, так вы с людьми, которые время от времени возят с кабелем? Точно. Ну а не, все знает ответ. Поэтому скажи... Вот все. Насколько кусков распалось в сердце Корвина? 386. Ну, по крайней мере, вы показывали свою убежденность, не так ли? Иди дальше, цыпленок. Не совсем уверен, что понимаю, что тут происходит. Вы не можете понять концепцию защитного... защитного пароля входа? Разве там, куда ты пришел, нет интернета? Это так просто, действительно, все очень-очень медленно. И по... Очень... Имеется в виду очень. Эй! Ты же понимаешь, что я мужчина, верно? Возраст, полрасы, ничего не значит. Вы все цыпленки для меня. Ну, я думаю, это мило. Кажется, я забыл свой пароль. Любые предложения и как поступить. Ой, круто. Мне получить этот доступ? Это он? Да, это мой муж Йон. Он может где угодно, прямо сейчас. Но он, скорее всего, торчит где-то у гостницы. Так всегда. Значит, доступ надо получить. Как я узнаю у вашего мужа? Большая группа черная шляпа и большие глупые белые усы. Спасибо. Почему вы не можете воспользоваться системой установления пароля? Ваша жена делает все по дому. А вы просто лежите? У меня нет жены. Это не удивляет меня. Эй! В самом деле, не важно. Что там? Внушительная статуя. Дон Амагос. Художник, создатель, режиссер, актер, правильный современный Викинг. Внес важный вклад в искусство, создание инди-игр в трансевальные и дальнейших стран. Нового света. Нормально. Ты кто? Здравствуй, молодой человек, как дела? Играю на моем телефоне. А вас знаю? Просто быть дружелюбной, вот и все. Ага. Итак, во что играешь? Зов красоты 6. Я думал, что шутеры никакие в мобильных играх. Зов красоты не шутер от первого лица, это игра на выживание. Это игра на выживание. Игра на выживание? Правда? Да, правда. Вы играете роль этой супермодели, и время от времени она приходится выживать без одежды перед шоу. О, перед едой. В течение 3-4 дней. Это ужасно. Игра заменили старик. Теперь все очень реалистично. Тревожно так. Хорошее место, этот город. Здесь ничего не происходит, и я больше не могу получать данные на свой телефон. Ну да, отличное место. Но если бы ты время от времени врывал взгляд от экрана, то увидел бы... Что это? О боже, ты один из тех, кто не так ли? Мы поняли. Вы выросли, ударя меч об стену, не приклеены к экрану. Удачного пути, спасибо за понимание. Пока. Ну нет, это не совсем так, что я имел виду. Я был ботаником, как и ты. Ах, да, ты очень любил гюкдом и молодость, папаша. Вы видели девушку по имени Пис? Нет. Не знаю, чтобы один из тех неудачников, которые предпочитают экран реального мира. Так? Ах. Ага. Эта леди действительно заинтересована этой расписи. Ну-ка поговорим. Привет. Я не мог заметить, когда вы смотрели на эту преску там. Простите? О, да, действительно, да. Можете рассказать мне что-нибудь о ней? Ну, конечно. Видите ли, это некоторая двусмысленность отношения живого жителей географического оттенка дивидентилового возмущения о присутствии по сущности в переходке мазке художника. Ну и, конечно, вы не должны допустить, что этот намек на сверхспецифичность с моей стороны затмил явно резонансные ситуации между редактирующей качеством линии и приверженность строго формального подхода от времени художника. Ах, ты мне. Вы должны понять, что эта работа перекликает с ее внутренним диалогом. И даже копируя себя, как это не парадоксально, отрицая любые намеки напротив поставленную мифа фигню какую-то. Хм. Да, но что же это все значит? А вы не обратили внимание молодых человек? Это означает, что парадигмы структурности, в соответствии с которым создают усердие, работают, продумывают интерполированные постдиалектические размышлениями. Это украшается немного, но да, ну окей. Каково значение разделенного сердца? Это явно следствие корональных матафор, которые пронизывают непрозназначных типичные социальными все прокращающие эстетические иерархии творчества. А, я согласен. Что ты можешь сказать мне про этот билет на автобус? Что? Резкая метафорума в путешествии прямоугольной формы, которая заключена в явно с аркистическим почтением и полным безобразностей. Кавальди-н-мо. Что кавальди-н-мо? На неё ответила. Форма мозга. Не знаю, как это использовать. Это вешает портрет человека с яростным пристальным взглядом. Это фреска в форме сердца. Это как круг в середине и... Да я понятия не имею, что это. Кто здесь такое? Куда это мы где? Великолепные фрески? Ты кто? Пожилой гражданин наслаждает своим временем на этой скамейке. Добрый вечер. Добрый вечер, молодой человек. Такой красивый город Хорум Моррис. Да, и старый легендарный тоже. Ох, если бы стены могли говорить о рождении смерти войны. Мог бы лучше, что они не могут говорить. Боже, какой вид, не так ли? Да-да, великолепные холмистые места. Запах эмиссины и полевые цветов нежных пасущихся стадо. Да, мне хочется, чтобы они поставили эту скамейку наоборот, но... Я думаю, таким образом вы сможете любоваться росписью. Эта картина старая? А, старая? Да, старшая, чем большинство вещей в этом городе. Настолько старая? Я не могу сказать. Есть ли за этим история? Да, есть, но... Но у вас здесь время послушать это. Давайте. Да, я... Легенда гласит, что давным-давно... ...горы с видом на Форрес Моррис... Соломонар, древний волшебник... ...вызывал гром и дождь, когда... ...ужасающий Балаур, дракон, напал на город. В маске доблестно защитного города не смогли победить дракона, но и могли уйти. Поэтому они послали невинную молодую пастушку по имени Мо... То, что безопасно, видители. Соломонар заложил множество ловушек и хитрые магические препятствия, чтобы помешать кому-либо нарушить его ритуал. Но Миар и Азор были умны, проворны и выносливы. Поэтому они добрались до вершины горы и осказали о нападении дракона. Но Соломонар был красным от возмущения, но я не мог поверить, что эта девушка и ее собака обошли его защиту. И не могли поверить. Итак, это оказалось умным, проворным и выносливым. Обратил Миар и Азор в черную-белую кошку, верно проклятую и безусловно бродить по миру. Затем он спустился на форум Морис и нашел его в тлеющих руинах. И поврежденных масок в давнейший свой победный бой. Он сражался с драконом три дня и три ночи. Наконец обрушил его внутрь горы, охранив в недрах земли. После этого он оплакивал бедных пастух и собаку, как их проклял. И воздвиг монастырь в их память. Этот замок под городом, которого все боятся, это шпиль. Но это всего лишь осталось в монастыре, который Соломонар построил много веков назад. Он испортился, и некоторые люди говорят, что останки дракона исчезают, источают зло. Я слышал, маски снова охраняют замок сейчас, когда его законный наследник вернулся. Но этот рисунок был пройти весь путь, чтобы увидеть, правда ли? Немногие, дорогой, немногие. Вау, это было увлекательно. Я расслышу, что вы так считаете, молодой человек. Все это здесь, чтобы рассказать историю, но как долго? Никто на самом деле не знает и не заботится об этом, кроме меня и самих масок. Быть может, однажды я уйду, тогда он должен исчезнуть в забвении. Надеюсь, нет. Я сейчас уйду, хорошего дня. Взаимно, молодой человек, до свидания. Сложная монарх, хромная песка, резко констартируешь с яркими красками вокруг нее. И очень запутанная история. В туристической фирме еще? О, нет, 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 нет. К счастью, этот, кажется, заброшен. Угу. 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 Какое замечательное место, просто быть на чеку, я чувствую запах напряжения в воздухе. Вероятно, это просто клиент, который ждет своей еды. Теперь будет время, чтобы нарезать мясо достаточно, чтобы скрыть колт и раны. Ну, как это часто бывает, но не могу этого достичь. Могу попросить этот парень ушедневно проводить часы перед завтраком. Добрый вечер. Да, приветствую. Я тебя знаю, пожалуйста, уходи. Меня зовут Баз, и я турист. Меня зовут Василий, и я альфа-самец. Я не хвастаюсь, но я не хочу, чтобы это звучало конфронтационно. Просто укладываю это, как не было бы криминально. Хорошо, Василий, я уважаю это. Мне кажется. Вы видели девушку при ней пис где-нибудь? Нет, с тех пор, как я здесь сижу. А вы можете мне доверять? Я бы ее заметил, она была бы девушкой. Она красивая? Неважно. Так, как дела? Слушай, чувак, я немного занят. Попытайся привлечь внимание официантки. Не могу ли побеспокоить кого-то еще? Ага. Подожди минуту. Может быть, ты... Ты мог помочь? Правда? Как? Подойди, встань рядом со мной. Наоборот. Таким образом я буду сиять еще сильнее на твоем фоне. Спасибо. Я пас. Крутая борода. Конечно, крутая. Если можно видеть, только в лучшем салоне по уходу за бородой. У вас есть такие трансильвании? Так, эй, Румыныч, я тоже. С этим печальное оправдание, пятичасовые тени, пожалуйста. Тени? О боже. Есть одна официантка. Она? Она. Как ты планируешь привлечать внимание? Кроме моих потрясающих причастных волос, запрещено окрашенные бороды и жесткая пресса. Ну, я думаю, что это весь мой план. И все? Это и есть ваш интерес к полностью противоположности? И ваши характери не совпадают? Подожди. Что ты имеешь в виду? Мы оба хорошо гуглием. Тебе интересно хоть что-нибудь, кроме внешности? Я не понял вопрос. Забудь. Увидимся. Хорошо, толстая перчатка каким-то образом попалась туда. Я не могу представить, как это произойдет, но это так. так. Как часто бывает, не могу ее достичь. нюх, уху. Я не могу подчиняться вот так. Нюх,条стая перчатка, убаешь? Уху, не видно. Я, как ниндзя-нидзя. Показуха. Угу, перчатка. Похоже на флакон с уксусом. Берегись, что? Что? Вы только что сказали, берегись. Я? Ох, я сказал. Что? О, стерегайся. Того, что нет уксуса. О, нет. Нет. Это мощный растворитель. Я ошибся. Как неловко. Не убил себя этим. Не будьте об этом. Но мне все же. Что? Да-да-да, возьми. Только не клади это в свой салат. Что? Что? А, черт возьми, сейчас я тоже так делаю. Хорошо. Растворитель. Да. Эй, это старое радио. Очаровательно. Я думаю, это пригодится, когда все другие сообщения заблокированы. С возвращением слушателя по всей трансевольнии и по всей Румынии. Это было... Давайте в ней посмотреть. Ну да ладно, видимо, я понятия не имею, кто это пел. Ну, боже мой. Что за мерзость? Быть может, вы лучше споете. Верно. Что ж, не берите в голову, вы знаете, что это исключение прямо здесь. Мы радио Чеснок. Потому что мы поем только топ. Это твой мальчик? Подожди. Нет, это твой главный мужчина, Янко. И мы пройдем в следующий час лёгкого водового месте. Нет, серьезно. Если вы находитесь в том новом или теговом пространственном средстве, пожалуйста, они не становятся дыры на дорогах даром. Понимаете, о чем я говорю? Ага. И иногда ломаюсь. В любом случае, дорогие слушатели, вот обновление погоды. Большое... Мы понятия не имеем, что происходит. Черт возьми. Погода что? Это какая-то шутка? Это что-то ураган, Херби. Или они здесь его называют? Ураганы в Магии Трансильвании? Мало то, что они, по всей видимости, в некоторых областях это портят GPS и интернет. Мне казалось, что это... Форум. Что форум, марси... Марсиане? Я надеюсь, что вы слышите это, и в крайнем мире вы точно должны иметь радио Человек-КФМ в вашей жизни. Правда? Конечно же я прав. Ладненько. Где же мы? Звонясь. В эфире. В эфире. Янку? Да, ты в эфире, приятель. Нет, подожди. Это на самом деле Янку? Поэтому полиция и спросит, кто это? Господи. Окей, извините. Эээээ... Ну, ну... Не... Извиняйся. Сегодня я немного нервничаю. Просто чувствуете сумасшедшие времена, а мы сегодня живем немного интереснее. Должны быть эти странные перепады настроения. Вздох? Хорошо, дорога, как тебя зовут и на каком поводу ты звонишь? Есть темы, которые... Да-да-да, абсолютно, поэтому я и звонил. Эй, Йон, и привык работать с волками на старой дороге. Работать с волками? Что это какой-то сумасшедший жаргон молодого человека, типа сладкий или призрак верхом на хнуте, или дети, да, говорят там, ну... Нет-нет, я работал с настоящими волками. Вы знаете, у нас были волки, которые просто бегали и кареты, и мы больше не можем этого. Что ж, моя дорогая, я не уважаю твою профессию на дикий живот, нужно оставлять дикими. Конечно, их нельзя, но пользоваться в качестве... Нет, но вы не понимаете, я не причиняю вреда животным и не заставляю их делать то, что это мы вместе росли. Послушайте, конечно, вы не похожи на самого вежливого и цивилизованного человека, с которым я когда-то пообщался. Ну, конечно, не то, что ты сказала, что про вас. Нет, они... не они меня, не я с ними. Видите ли, мой отец был лесником. Кто знает, что случилось здесь с матерью, поэтому мы взяли их к себе. Ты шутишь? Нет, сэр, мы можем спросить любого, кто живет в этом районе. Вы знали моего папу хорошенько старенько Эдварда? Что ж, нет, для большинства людей молодец, его больше нет здесь. Нет, уродливая, уродливая травма. Он действительно увлекся повышению должности и как бы потерял голову. Ой, мне жаль, мне так жаль, я слышать. Итак, это волки. Да, и мои братья и сестры получили по одному. Подождите, вы сначала сказали волки. Что ж, вы перешли на домашних животных? Нет, видите, они мои братья и сестры. Они начали падать, как мухи. О боже, простите меня за это, что озвучу. Нечувствительно, но ваша семья кажется очень-очень хрупкой. Ну да, я предполагаю, что у нас есть склонность совать носы туда, куда не следует. Но ушел, о боже мой. Да, значит у меня были эти волки и почти нет близких родственников, чтобы говорить о них. Так мы начали устроиться на работу охранниками. Вы и волки вместе? Ну да, они позволили нам работать вместе, поэтому... Что вы знаете? Имейте в виду, что действительно ручные волки на самом деле, как собаки. Я понял, понял. Итак, вы охраняли какого-то типа торгового центра? Нет. Стену. Вы охраняли стену? Да, типа того. Видите, на другой стороне стены была вещь. Вещи? И вроде позволил им всем... Ох. Итак, было безобротно, поэтому мы устроили этот концерт с волками вдоль экипажей. И потом, это мои тоши... Нет, туристы жалуются. Слишком опасно. Во-первых, они перерученные волки, дружелюбные. Вот что они делают. Во-вторых, разве не хотят страха? Страха волнения, потому что это наш. Джои, сочувствуй тебя. Да, они заставляют меня использовать хаски. Хаски? Как я могу больше смотреть на своих братьев? Я не знаю, что сказать, братан. В любом случае, надо идти, видимо, будет какая-то встреча, и я должен быть там. Новинки? Новинки пришел, и я должен его обучать. Ну, это хорошо, по крайней мере. Как его зовут? Чтобы мы могли крикнуть ему? Я думаю, Олли. Хорошо, Олли и Джонни. Надеюсь, что вы, ребята, ладите. Удачи с волками и замку. Спасибо, Янку. Иду. О, хорошо. Это было хорошо. Эм, сериалистический звонок. Это я смогу сказать точно. Не совсем, я имею ввиду, скажем так. На грани просто подобные всего этого. Мы желаем тебе удачи, Джонни. Кажется, ты и твоя семья получили в жизни довольно плохую карту. Эй, что ты собираешься делать? Верно? Иногда ты кол, иногда ты вампир. Кто знает, может быть, однажды ты сделаешь что-то для себя и позабочишься о волках. Удачи тебе, детка. Шшшш. Ладно, где мы остановились? О, верно. Я собираюсь проверить нацию, почувствовать ее пульс и вибрацию. На единственном. Чеснок FM. О, да. Это дорогой слушатель, да. Ну, давайте наставим. Что побазарим с этим? Трактирчик. Я думаю, это он владельца, поэтому прекрасно в заведении. Здравствуйте. Привет, знакомец. Меня зовут Кирван. Бес Кирвен. Рудика. Рудика, это мой муж, Эйстон. Подожди, ты сказал Кирван? Да. Я наполовину Румын. На Румынском, боже мой, и ты думаешь о том, что я? Да, дорогая, и мне это не нравится. Что? Ничего. Забудь. Почему все должны быть таким таинственным и усложненным? Что о моем имене? Просто, как оно пишется? Кирван. Видишь, это не местное имя, совсем нет. Что-то изменилось в последнее поколение? Понятий не имею. Подожди, изменилось? Из чего? Пис Тван. Идем. Это личное дело джентльмена. Но Корс… Тихо. Корс что? Наслаждайтесь пребыванием в живописном трансвивании, друг мой. Я ищу девушку. Это не такая гостиница. Нет, нет, конкретную девушку. И зовут Пис. Это какая-то метафора социальных комментариев, которую вы пытаетесь использовать? Очень красиво, если это так. Нет, я имею в виду, это в буквальном смысле. Слушай, мы должны быть очень скептически настроены к незнакомцам здесь, особенно иностранцам. Не спрашивай, а просто так. Чужак незнакомец скажет, что никто больше никому не рад. Я начинаю думать, что это все мое ображение. И это не ваше вина. Мы должны… Исуан, мы должны перестать говорить сейчас. Теперь мне еще любопытнее. Любопытство – это очень полезная вещь. До определенного момента. Пока они становятся чрезвычайно вредными для здоровья. Мне нравится, когда вы складываете сложные вещи и краткие предложения. Даже простые люди могут понять… Роди? О, прекрати, червашка. Мне все же любопытно ваше недоброжелательное отношение. Я имею в виду, что гостиница, верно это? Мы должны схептически относиться к иностранцам. Должны? Я наполовину трансильваницей. Наполовину трансильваницей, да? Хорошо, хорошо, допустим. Вам нужно заслужить наше доверие. Ошиблись? Когда тогда можно заслужить ваше доверие? Цуйка! Здоровье? Вы сказали, что вы наполовину трансильваницей. Цуйка – наш местный напиток. 60% алкоголя. 60%, и вы ожидали этого, что я проглочу? Я не могу доверить мужчину, пока он не выпьет со мной. Еще раз, какой сейчас век? Это наша традиция. Что ж, выпьем? Ударь меня. Нурок! 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 О, ну вот, теперь задавай мне любой вопрос. Ходжи, не конец! Я не понимаю. Вернись, когда будешь трезвый. Ударь меня. Нурок! Ну вот, теперь задавай мне любое право вас опять Не понимаю, вернись, когда будешь трезвый Поговорим позже Тервус Это выглядит очень могущественно, лучше быть осторожней с этим Согнутая вилка Это вилка очень согнута с зубцами Давай заберем Ну что знает, может просто пригодится Объемный парень во рту освещения трубка во рту Эй-эй-эй, приветствую, мой дочий друг О боже, привет, радствую Днакомство, ага Ты здесь говорил с этими вурчинами Эй, не суди, слишком строго Это стандартная процедура для иностранцев Стандартную процедуру должно быть и культурный барьер Я сбил стоку Боюсь и объяснений не для меня Так что давайте просто оставим это на потом Итак, о чем ты хотел поговорить со мной, сынок? Вы видели здесь в последнюю временно странную девушку? Ее зовут Пис У меня нет такой информации, друг И то, что вы должны спросить у естественной эротика Хозяин в гостинице Почему все так недружелюбны? У меня нет такой информации, друг Меня зовут Бас Баскерван Лука Кучер С вашим услугом Как стать дела с автобусами, Лука? Это действительно зависит от того, как вы хотите пойти Это уже несколько дней без сигнала GPS Действительно странные времена Вам нужно GPS для вашей полоски? И это действительно зависит от того, куда вы хотите поехать Некоторые места очень труднодоступны Даже для того опытного кучера, как я Поэтому я и Рози должны полагаться на технологии Понимаете? Но здесь все так традиционно Хм, не позволяйте внешности обмануть вас У нас самый быстрый интернет в мире, друг И как бы исчез локально вместе с сигналом GPS Просто ушел? Ты ничего не сделал? К сожалению Всех, кто разобрал в компьютерную, уехал много лет назад Техническая поддержка должна быть в пути К сожалению, без GPS и с предательной местностью Плюс такой погоды Кто знает, когда они прибудут? Что если я скажу тебе, что я есть технической поддержки? Ну, ты бы сделал луку очень счастливым человеком Видишь, моя любовная жизнь? Да Да О, почему я собираюсь издить свое сердце незнакомцу? Потому что ты знаешь, что я заслужил доверие Ты можешь видеть это в моих глазах? О, смотри, друг мой, видишь? Ту красивую официантку там Юзот Анна Самое красивое имя в мире Только послушай Анна 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 Лука По уши влюбился в нее Нет Извини, но какое это за отношение к GPS и интернета? Ну, это не Селенькови, бас Я не могу просто подойти и поговорить с ней, как какой-нибудь хитроглотит Ты не можешь? Ха-ха Нет, конечно, не в этот день Не в этот век Но я не могу успокоиться, пока не выжив, как она свайпала меня в чесноке Это какое-то предложение для знакомств? Лучше в Трансильвании А если ты не нравишься ей? О, думаю Лука просто найдет другую девушку Но я должен знать в первую очередь До этого я не могу сделать ничего Хм, это очень зрелый способ видеть вещи Неплохо Жаль слишком коротка, чтоб плакать из-за пролитого молока, друг Ха-ха-ха В Трансильвании есть множество красивых девушек Не беспокойся об этом Я просто надеюсь, что она не влюбится в этого хипстера Василия С его постриженной бородой и прищудливой стрижкой Хм А если я спрошу тебя за тебя Что это? Четвертый класс? Восемнадцатом веке? Мне бы Меня бы высмеяли Лука Лука Помоги мне с этой суйкой Нет, спасибо Должен быть трезвым Умей при управлении полоской Хе-хе-хе Что я могу сделать Чтоб он не ударил меня Как грузовый поезд А-а-а-а Я помню, что читал об этом недавно О форуме Это если бы моя память так точно была раньше Если бы только интернет работал Если бы только интернет работал Что ты кушаешь, Лука? О-о-о Я только что съел мамальгу Но боже Боюсь, что уже закончилось Я возьму маленький котел И я верну его обратно Ну, конечно, если Родика не заметит Возьми Крутая труба Спасибо Скажу вам правду Я не курил двадцать четыре года Но я чувствую Что это дает мне некоторый баланс лица Ладно Увидимся позже, Лука Скоро поговорим Бас Поболтать мы не можем Или нет Давайте, друзья, на этом остановимся Следующей серии мы продолжим А на этом все Потому что мы очень-очень Много узнали И решение вопросов Будет уже в следующей серии А на этом все Всем большое спасибо Всем пока-пока Чтобы не понимать Уважаемые 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 Уважаемые